Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и это четвёртое видео из недели страшных историй. Сегодня у меня в гостях моя родная сестра Полина. Я уверена, что вы все её и так прекрасно знаете. Всем привет, ребята! И сегодня произошло такое, что я никак не ожидала. Я вспомнила одну страшную историю в своей жизни, и я сказала об этом Карине, и она решила заснять для вас, где я рассказываю об этой истории. Да, у меня есть подобное видео на канале, где Полинка уже делилась с вами историей из детства, где она ездила на дачу, и происходили очень странные вещи с каким-то человеком, который там оказался. Если вы не смотрели, то советую вам посмотреть. Ссылочку я оставлю ниже в описании. Этот ролик мы сделаем в подобном формате. Полина почему-то умалчивала об этой истории, и сегодня она наконец-то вам о ней расскажет. Когда Полина мне рассказала эту историю, я поняла, что она действительно очень страшная и мистическая, и её 100% стоит включить в эту неделю страшных историй. Поэтому присаживайтесь поудобнее, готовьте чай, вкусняшки и слушайте. Мы надеемся, что вам понравится. Я из кадра, естественно, пропадаю, и Полина будет делиться с вами этой мистикой. Небольшая предыстория. Вообще, вся эта история у Полины случилась тогда, когда она поехала к своей близкой подруге Лере. Ну а вот теперь я вас оставляю, желаю приятного просмотра, и быстренько вам напомню о том, что у меня есть инстаграм, и в этом видео я спрятала уже по счёту четвёртую букву, которую вы должны найти и пересмотреть все страшные истории из этой недели, потому что в каждой истории спрятана буковка, и в сумме, когда закончится неделя страшных историй, вы должны собрать целое слово. Поэтому ищите в этом ролике буковку, подписывайтесь на мой инстаграм, если вы до сих пор этого не сделали, и подписывайтесь на мой канал, потому что не подписавшись, ты пропустишь очень много недель страшных историй, очень много крутых развлекательных видео, и вообще вступай в семью Аргелянчиков. Но вот теперь я вас оставляю, и теперь уж точно мы можем начинать. Поехали! Ребят, я не знаю, как я сейчас это вам буду рассказывать, потому что это очень тронуло мою психику, мои чувства, но я попытаюсь всё передать в мельчайших деталях. Как Карина уже сказала, у меня была хорошая подруга Лера, но сначала мы друг друга не взлюбили. Учились мы вместе в школе, и в итоге мы вместе сблизились, стали очень хорошими подругами, и в итоге она меня позвала к себе. В гости с ночёвкой, но об этом попозже. Сейчас я расскажу, как мы познакомились, и вообще о нашей дружбе. У неё был очень сложный характер, и мы очень часто ссорились. Я замечала очень странную вещь в её характере, то, что когда я упоминала о своей бабушке, или что-то говорила про бабушку, она всегда начинала делать такое лицо, как будто что-то не так, и всегда об этом молчала. Я не понимала, почему. Но совсем скоро вы узнаете, почему так было. Она очень часто ходила ко мне в гости, я её, соответственно, очень часто приглашала. Она была очень приличная девочка, и очень часто мы кушали, играли, вместе делали уроки, то есть она была полноценно моей очень хорошей подругой. Мне с ней было очень весело и комфортно. Наши мамы были в очень хороших отношениях, и они очень круто общались, иногда созванивались. Поэтому, когда Лера меня позвала к ней с ночевой, меня запросто и легко отпустили, потому что знали, как мы хорошо дружим, и что будет точно всё хорошо. Тем более, я ни разу не была у Леры в гостях, а она была у меня тысячу раз. Нас отвезла Лерина мама после школы к ней в гости. Ехали мы довольно недолго, минут 30 или 35, с учётом московских пробок. Вообще, я только сейчас понимаю, что судьба и жизнь мне прям говорила напрямую не ездить туда. А я решила поехать. Например, я чувствовала очень сильную тревогу. Или на этот день у меня был запланирован репетитор по математике. Мне пришлось отменить этого репетитора, потому что я очень хотела к ней съездить. Но я в глубине души понимала, что не стоит. Я не знаю почему. Как будто меня кто-то предупреждал о том, что случится. И как я говорила, вы скоро узнаете, что случилось. Когда мы уже ехали к ней в гости, было всё весело. И 35 минут пролетели вообще очень быстро. Мы играли в карты. Было всё очень весело. Мы разговаривали, веселились. Мы наладили контакты с её мамой. Хотя было всё и так хорошо. Но мы сблизились с её мамой. И было всё просто замечательно. Но когда мы уже приехали к ней в гости, я почувствовала, что что-то не так. Вроде бы дом был красивый. Видно, что Лера жила не бедненько. Было всё отлично. Она мне показала дом. У неё был красивый домашний кинотеатр, личный бассейн. Просто не дом, а мечта. Но я не знаю почему, мне было некомфортно в нём. Потом её мама уехала за продуктами. И я забыла сказать, что её дом находился один. То есть я не понимаю, её дом просто стоял один. Поблизости не было никаких домов. То есть просто дорога и её дом. Лера показала мне подвал, где у неё находились игрушки всякие, настольные игры. И также была дверь в баню. Туда они ходили с семьёй на выходных. Кухню, там где два холодильника полные продуктов. Я не знаю, зачем мама уехала, чтобы купить ещё продукты. В общем, показала она мне весь дом. Это заняло где-то минут 40, потому что дом у неё реально огромный. Но я заметила, что она не показала мне лестницу наверх. Эта лестница была вся пыльная. Видно, что туда долго никто не ходил, не протирал. Я поняла, что это чердак, потому что мы были на втором этаже. А у неё в доме было всего два этажа, но лестница была наверх. Я поняла, что что-то здесь не так. Потому что про чердак она мне ни слова не говорила. Я решила пока что не упоминать про лестницу. И решила сделать вид, что я не заметила, что она мне её не показала. Потому что, ну, многое бывает, может, это дверь, где родители там просили не показывать. Или какой-то склад, где лежат нижнее бельё, я не знаю. Мы решили поиграть в настольные игры. Мы смотрели кино. Было очень весело, и я уже забыла про этот чердак. Лерина мама привезла нам пиццу. Мы решили устроить девичник или же пижамную вечеринку. Было всё круто, мы ели пиццу, дрались подушками. Казалось, было всё хорошо, но у меня всё это время была какая-то тревога. Я как будто чувствовала, что что-то не так. Время пролетело незаметно. Мы посмотрели на часы. На часах уже было полдвенадцатого ночи. И тут же я вспомнила про чердак, про который она мне не рассказала. И сейчас я очень жалею о том, что я спросила. Когда я сказала, что она мне не показала чердак, у неё стало лицо совсем другое. То есть ей было весело, а когда я сказала про чердак, то всё поменялось, как будто, знаете, что-то произошло ужасное. Я не знаю, как это описать, но так и есть, что произошло что-то ужасное. У неё лицо всё побледнело, ей стало страшно, накатывались слёзы, она просто от меня отвернулась. И тем самым она напугала меня. Когда я её утешала, я сказала, ну ладно, не хочешь, не рассказывай. И она со слезами на глазах меня спросила, ты точно хочешь знать историю про этот чердак? Мне стало ещё страшнее, чем было, и почему-то я сказала, что хочу, хотя я не хотела уже. Мне было уже очень страшно, судя по её лицу. Вы, наверное, уже заждались, сейчас я буду рассказывать Лерину историю про чердак. По крайней мере, всё, что я запомнила. Раньше на этом чердаке жила Лерина бабушка, так как они жили почти вместе. То есть была дверь очень крепкая, которая сейчас не открывается, как Лера мне сказала. Там жила её бабушка. По её рассказам, там был большой туалет, кухня, всё было очень хорошо, и был удобный коврик. Лера сказала, что это была как отдельная квартира её бабушки, просто совмещенная в дом. Дверь на чердаке была почти всегда закрыта, её бабушка была очень замкнута даже к родным, по её рассказам. И она почти никогда к ним не выходила, и очень редко отвечала на звонки по телефону. Иногда она включала очень странную громкую музыку, но она была не весёлая, а какая-то странная. И Лерина бабушка для неё казалась очень странным человеком. И как-то ночью все спокойно спали, видели хорошие сны, как казалось Лере. Было всё замечательно. И вдруг она услышала очень громкий бабушкин крик. Она никогда такого не слышала, потому что её бабушка никогда не издавала громких звуков. Максимум, это была странная музыка. Лера сказала, что она даже сначала не узнала бабушкин голос, но потом поняла, что это голос бабушки. Крик был настолько громким, что проснулся весь дом. Лерина мама и сама Лера сразу же прибежали к чердаку и попытались его открыть. Потому что реально это было очень страшно, и они перебукались за бабушку. Но дверь, как ни странно, не открывалась. Хотя раньше она сложно открывалась, но её можно было хоть как-то открыть. Но сейчас она как будто бы приклеилась к стене. Открыть эту дверь было физически невозможно. И бабушка не отвечала на крики, просьба откликнуться. Лерина мама вызвала спасателей или же взломщиков двери, чтобы они поскорее выбили эту дверь. И Лера и Лерина мама поскорее бы увидели, что с бабушкой и почему она так крикнула на весь дом. Как я уже сказала, она не отвечала на крики и просьбы откликнуться, и было понятно, что с ней что-то случилось. По её рассказам, это была самая ужасная ночь в её жизни. Они почти не спали и ждали спасателей около двух часов. Когда наконец-то уже приехали взломщики двери, они выбили эту дверь. Мама Леры и Лера увидели то, что бабушка упала в обморок. Они сразу же вызвали скорую, и скорая повезла бабушку. Как сказали врачи, бабушка долго не приходила в себя, но было понятно, что это обычный обморок. Спустя некоторое время бабушка Леры всё-таки очнулась, но она не разговаривала ни с Лерой, ни с Лериной мамой, вообще ни с кем. Когда бабушка очнулась, она посмотрела на них, и в её глазах был такой же испуг, как на глазах Леры, когда она мне начала рассказывать историю. Врачи попросили, чтобы они уехали, потому что заметили, что с бабушкой что-то неладное, только при присутствии Леры и её мамы. После их приезда домой, они больше никогда не видели бабушку. Она не отвечала ни на звонки, врачи как будто испарились, и как будто этого всего не было, но бабушки тоже не было. Она просто исчезла. Я считаю, что это что-то необъяснимое, и я так и не поняла, что было на этом чердаке. Но это ещё не всё, потому что после того, как Лера мне рассказала эту историю, мы легли спать. Я очень долго не могла уснуть, и когда мне всё-таки удалось это сделать, я посреди ночи проснулась около чердака. Возле меня стояла испуганная Лера, и она мне рассказала то, что посреди ночи я просто встала и пошла к чердаку. Я очень сильно испугалась, потому что дверь к чердаку была вновь открыта. Но я вам не сказала то, что после этой истории с бабушкой Лелина мама заменила дверь, потому что они не хотели, чтобы не было двери, и был просто какой-то открытый страшный чердак. После этой истории где-то в 5 утра я позвонила маме и сказала, чтобы они меня забрали, потому что я не могла, чтобы это всё происходило дальше. Это был самый ужасный день в моей жизни. И буквально вчера я вспомнила, что как будто за руку меня посреди ночи кто-то тянул к этому чердаку. Когда меня забрали родители, и я уже была дома, я легла на кровать и просто уставилась в потолок. И поняла, что я больше ни за что никогда не поеду к ней в гости. Что и произошло. Лера перестала ходить в школу и сменила номер телефона. До неё никак не дозвониться, и я не знаю, что это всё было, и почему она испарилась, ничего мне не сказав. Она просто исчезла, и на этом закончилось наше общение. Я всё ещё не понимаю, что это было и что произошло. Для меня эта история была очень страшной, и если бы не Лера, если бы она меня не остановила, когда я лунатила посреди ночи, я бы зашла в этот чердак, и фиг пойми, что бы произошло. Это реально какая-то супер мистическая история, и я поняла, почему Лера меня не звала в гости то время. Я до сих пор в шоке, особенно когда я вспомнила все эти детали, всю эту историю, я просто сейчас у меня слёзы наворачиваются. Потому что я как будто снова очутилась у неё в гостях, чего я вообще не хотела. С этого момента, когда я поделилась с вами этой историей, я постараюсь не пересматривать это видео, когда оно выйдет на канале о Карине. Я постараюсь не вспоминать эту историю и забыть её вычеркнуть из моей жизни. Больше никогда я не буду о ней говорить. Но сейчас Карина вернётся ко мне. В общем, ребят, это самый настоящий трэш. Я вновь переслушала эту историю и поняла, что в этом действительно присутствует какая-то непонятная мистика. С учётом того, что Полина в своей жизни не лунатила никогда, никогда. Было, знаете, какой-то один непонятный случай, когда она, возможно, с приоткрытыми глазами дошла до туалета. Но когда это произошло именно в гостях у Леры, когда кто-то её тянул именно к этому чередаку. Хотя, возможно, это просто были Полинины мысли, она хотела посмотреть, что там находится. Вот эти вот действия бабушки, когда она попала в больницу, напугалась того, что они стоят рядом, врачи их попросили уехать. После этого они бабушку никогда не видели. Вот это для меня был самый важный момент. Во-первых, бабушка жила у них на чердаке, что-то заорала, упала в оморок. И всё, после этого её никогда не видели, не считая больницы. Это самая трэшовая ситуация, и я надеюсь, что, ну, вам понравилась эта история. Для меня она, ну, я думаю, до сих пор останется загадкой. Что на самом деле произошло, где сейчас бабушка, почему Лера пропала, перестала ходить в школу. Что это всё значило, и почему Лера всё-таки осмелилась рассказать эту историю про чердак моей сестре. Возможно, в этом присутствует что-то необычное, и если бы Полина всё-таки дошла до этого чердака, произошёл бы какой-то ужас. Поэтому спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до самого конца. С вами была Карина и Полина, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и следите за следующими видео из недели страшных историй. Если вы не смотрели прошлое, обязательно смотрите, ищите буковки, кидайте мне в директ в инстаграме, и спасибо вам за просмотр этого видео. Это был просто самый настоящий трэш. Мы достойны лайка и подписки на мой канал. Это не история, а какой-то капец. Мы с вами прощаемся, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok